Партнерские отношения Барнаульского химического завода и Беларуси начались 7 лет назад. Предприятие выпускает все для ремонта автомобильных и велосипедных шин, пластыри, клея и герметики. С недавних пор, а именно после прошлогодней бизнес-миссии в Беларусь, сотрудничество стало более масштабным. Алтайское предприятие заключило договор с минской компанией МОКСИ. Компания работала и была заинтересована в поставках продукции, в таких брендах зарубежных, это Германия, Америка, и мы предложили свою линейку, альтернативную, КПЗ Professional называется, которая как раз и разрабатывалась для того, чтобы поставлять на европейскую часть. Мы уже были на мере договоренности, включены были в Балканский регион, это Болгария, Чехия, Словакия, уже планировали у нас поставки, но ситуация поменялась. И компания зарисовала именно качество этого продукта, потому что на уровне брендов, а цена, ну, это есть не. 5-6 компаний КРАА традиционно участвуют в подобного рода бизнес-миссиях. Это не только Беларусь для поиска новых рынков сбыта продукции. Наши идут в Армению, Казахстан, Узбекистан, Иран, Монголию. Белорусы – давние партнеры, поэтому случаются реверсные бизнес-миссии. Это когда сначала мы к ним, а потом они к нам или наоборот. В реверсных бизнес-миссиях предпринимателей значительно больше, там может быть их и 20, и 30. Вот, если в общем посчитать, за все годы проведения бизнес-миссии у нас поучаствовало, ну, порядка, я думаю, 30 предприятий малого и среднего бизнеса. Основной профиль – это сектор АПК, то есть это продукция пищевая, напитки, ну, кроме того, это и косметика, БАДы. За последние пять лет, благодаря Центру поддержки экспорта региона и Центру мой бизнес, нашим предпринимателям удалось заключить с белорусскими партнерами более 50 контрактов на несколько миллионов долларов. Кстати, Барнаульский химический завод и в этом году планирует участвовать во всех бизнес-миссиях, которые будут организованы. Есть план у нас зайти в Монголию, зайти в Азербайджан, это вот ближайшие, которые реально просматриваются. Если нас повезут, то дальше предложат, там, я знаю, хоть в Африку, да, мы везде готовы. Благодаря новым партнерам химическому заводу удалось нарастить объемы производства в планах модернизации оборудования. Как утверждает руководство предприятия, с прошлого года экспорт продукции за рубеж, в том числе в Беларусь, вырос в два раза. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.